Об одном из самых ярких, на мой взгляд, проектов в российской гипотологии за последние пятилетия. Я имею в виду прекрасный проект издательства Бертельсман, книгу Францисса Жану и доктора Зайха Хаваса «Муми». Книга совершенно чудесная, потому что, я думаю, наша совместная задача, и издателя, и моя, максимально вносить в пространство российского интеллектуального мира новейшую, актуальную, интереснейшую информацию, которая связана с миром Древнего Египта. Я прошу прощения, что я, видимо, кого-то буду загораживать немножко сегодня картинку, уж потерпите. И на протяжении ближайшего времени мы с вами говорим о ритуале бальзамирования в Древнем Египте. На самом деле, речь идет не просто о ритуале монификации. Мы сегодня с вами попытаемся понять, откуда этот ритуал появился. И, конечно же, прежде всего, это связано с совершенно другим представлением о жизни и смерти, которое бытовало в Древнем Египте. Прежде всего, конечно, мы остановимся с вами вот здесь, у скала Великого Абедоса. Это знаменитый священный центр Долины Нила, который был объектом паломничества для самих древних египтян на протяжении многих тысячелетий. И созданное еще до рождения государства параонов, сказка корова датируется в IV тысячелетии до Новой Эры. Повторяется в себе совершенно колоссальный объем времени. IV тысячелетие до Новой Эры и V-VI век Новой Эры, когда здесь уже начиналось латычество христианства. То есть огромный срок более чем четырех тысячелетий почитания одного и того же места. Здесь, по легенде, между двумя скалами в центре находится ущелье, в котором древнеегиптяне мысли главный проход в Иной Мир. И в итоге все современники фараонов, выдающихся людей, приходили сюда в процессе ритуала почитания предков. Они брали вот такие красные сосуды, вы найдете их в этом месте в Изобилии. Они наполняли их жертвенными жидкостями, пивом, молоком, водой, вином. И разбивали друг от друга в память о предыдущих поколениях. В память о предках, которые были для древнего египтянина в рамках парадигмы его культуры очень и очень важны. В итоге, когда в VII веке Новой Эры сюда пришли арабы, то они назвали это место умалька, вынимать горшков. Подумать только, здесь произносились семена, здесь произносились заупокойные молитвы. И если мы сегодня представим каждый из этих разбитых, а иногда и целых, красных горшков, как такую запечатленную в глине, в красной грубой, необожженной глине молитву, то вот эта абсолютно безмувная, безжизненная, запретная для туристов сейчас пустыня, закрытая археологическая зона, она обретет колоссальное звучание, миллионы голосов, которые будут говорить о чем-то своем, о жизни, о смерти, произносить имена предков. Все то, что в изобилии сохранилось в массе древнегипетских текстов, о которых мы сегодня с вами будем говорить. Для древнего египтянина состояние смерти, это прежде всего состояние перехода. Потому что согласно древнеегипетским текстам, Ахау, срок существования человеческой души, человеческой сущности, я более корректно скажу, он измеряется миллионами лет. И в рамках этого Ахау, срок земной, человеческой жизни, он крохотный. Он значительный. Вот пренебрежений к земной жизни у египтян никогда не было. Это важно понимать. Точно так же, как и не было пренебрежений к физическому телу, которое было частью, сложной частью сущности человека, того, как человека древнеегиптянин мыслил. И в итоге перед вами сейчас две виньетки из знаменитого папироса с книгой мертвых Ани, великого царского песца, который жил в 13 веке до новой эры, который представляет вам египетские похороны. Это на самом деле единый фриз, два фрагмента из которых я вам сейчас показываю. В центре погребения вы видите ладью, которую тянут на салазках родственники умершего и быки, которые сейчас остались за кадром. У изголовья и у изножия мумии две маленькие белые фигурки. Это джерит, так называемые соколицы. В образе этих соколиц плакающих представит богиня Исида и Нефтида, которые считались одними из самых ярких, ипостаси богини-матери в религии древнего Египта. И соответственно тому, как они когда-то защищали своего брата и супруга Осириса, бога первого, прошедшего через состояние смерти, обрезшего вечную жизнь, точно так же они защищают и каждого умершего. Перед катафалком изображена вдова, которая в бледно-голубых одеяниях, бледно-голубой цвет был древним гитлитраурным, протягивает в традиционном церемониальном жести ладонь к лицу, к глазам, от которого текут слезы, в традиционном жести оплакивания и траура. Перед катафалком, обернувшись по направлению к голове мумии, стоит жрец в леопардовой шкуре. Это жрец Сэм, жрец заупокойного культа, который протягивает по направлению к мумии курильницу в виде вытянутой руки. В ладошке этой курильницы небольшая чаша с углями, на которой всыпят ладан. Сэна, черпотребнегибетский, то, что делает божественным, то, что наделяет божественностью. Вслед за ладьей, которую тащат по скалам некрополя, вы видите переживающих, рыдающих, обсуждающих происходящее родственников этого умершего. Ввиду того, что великий царский писец, понятно, что это высокопоставленные, прекрасных одежных люди. Далее несут слуги все, что было необходимо для этого усопшего, для его гробницы. Мы с вами потом поймем, для чего это было необходимо. Там и ложа, и... Прошу прощения, вы нарушили всю картинку. Если можно, как-то поаккуратнее, хорошо? Там несут ложа, там несут подголовники, там несут стулья, там несут все то, что мы традиционно в археологии называем погребальным инвентарем. А на самом деле, то, что было неотъемлемой частью мира усопшего, который создается внутри этой гробницы, и который будет необходим для первых этапов существования сущности этого умершего в ином мире. Наконец, мы еще продолжаем быть в верхнем регистре, в самом крайнем левом углу. Вы видите изображение ковчега, большого ящика, на котором вывезет черная фигура бога Анубиса, бога, который представлялся иногда в образе шакала, бога владыки Бальзамирования, владыки Некрополя. Это ковчег с конопами, с сосудами, куда были в процессе мумификации изъяты внутренности умершего. Нижний регистр движется дальше по направлению к гробнице. В нижнем регистре вы видите женщин в бледно-глубых одеяниях, это плакарщицы. Плакарщицы были профессиональными коллективами в Древней Египте, и их приглашали на ритуал погребения специально. У нас есть документы первого тысячелетия до новой эры, в которых содержалась стоимость погребения, и в этих документах порой поражает то, что оплата плакарщиц, она приблизительно стоила около двух третей погребения. Если этот коллектив был профессиональным, и вы понимаете, что здесь, на Древнем Востоке, так же, как вообще это характерно для восточной культуры, в принципе, вне зависимости от цивилизации, плач, рыдание, прославление умершего, перечисление всех его земных заслуг, которые были, которых, может быть, не было, все это было вот таким неотъемлемым частью этой очень парадной, очень яркой церемонии Перехода. Далее, жертвенный стол, стоят высшие жрецы, один из них, Хим Хеб, тот, кто над свитком, это жрец, который ведет литургию, жрец-чтец, он держит как раз развернутый папирус в руках, и опять два жреца заупокойного культа уже воскуряют благовоние перед самой мумией. Мумия стоит вертикально, она поддерживается жрецом, который надевает маску бога Анубиса, его титул Хересеш, это тот, кто надтайный, это владыка трансформации умершего, и тот, кто вообще возглавляет весь коллектив жрецов, делающих мумию, готовящих это погребение, за ним фасад гробницы, увенчанной высокой такой острой пирамидой, и вновь вдова, которая в последнем поклоне прощается со своим уходящим супругом. Внутри египетского церемониала погребения, а смерть они, с одной стороны, воспринимали как врага и неизбежность, а с другой стороны, как того посредника, который позволяет перейти жизни земной в жизнь вечную, так вот, в египетском церемонии церемониала погребения была одна очень важная деталь. Когда, например, с восточного берега Нила, где традиционно жили живые, умершего перевозили на западный берег, где традиционно находятся скалы-некропли, где находятся гробницы, перевозили на ладье, то вот на этой главной ладье, на которой находится саркофаг, находилась великая жрица, которая непосредственно возглавляла церемониал погребения. И в тот момент, когда определенный этап ритуала произведен, то крик на запад, а благие пути умершего ведут на запад, на западе находятся главные ворота загробный мир, как мы с вами уже знаем. Так вот, в какой-то момент вот этот крик на запад, который сначала был обуреваем печалью, потому что речь идет о прощании с человека, вдруг звучало дихующе. Потому что на запад это вечную жизнь, на запад это в обитель богов, на запад это то посыл, то пожелание, которое говорит о том, что человеческая сущность будет существовать в те самые миллионы лет, о которых часто говорила древнегипетская культура. Еще один фрагмент из другой книги мертвых, она на сто лет древнее, чем предыдущая. Это книга мертвых Ниткеда и собрание Лувра. Вы вновь увидите прощание с ушлупшим и определенный ритуал, о котором я сегодня сейчас буду вам говорить. За ним входит гробницу и очень редкая иллюстрация шахта. По шахте летит птица с человеческой головой. Как бы ее назвали древние египтяне, бааа, сущность, воплощающая собой личность умершего. Она летит в погребальную камеру, в центре погребальной камеры саркофаг, необходимые предметы погребального инвентаря. И вдруг совершенно за пределами погребальной камеры вы видите этого умершего, этого бесца, который выходит в свет дня. Вот эта мечта, жизнь не вечная, она на самом деле была главной чертой древнеегипетской культуры. И мрачный мир мумий, погребального ритуала, распеленутых останков и свитков, он на самом деле существует куда больше в мире голливудских фильмов, нежели в мир сознания древнего египтянина. Недаром та самая книга мертвых, это на самом деле просто калька с арабского кита Бальмаид, книга мертвого человека, а в древности этот текст назывался «Эрноперэтэмхеру» «Речение выхода в свет дня». И таким образом, главная задача всего вот этого сложного погребального ритуала, о котором мы только начали с вами сегодня говорить, это задача, если хотите, очистить сущность человека от наслогения его физического тела, очистить ее от земного опыта, вернуть ее в мир предков, в мир просветленных богов, туда, в иной мир, который древний египетский текст называет «Дуат» или «Мир восхваляемый». И это пространство, обуреваемое светом, обуреваемое, наполненное, если хотите, вечной жизнью, наполненное лучами солнечного божества, которое пребывает в этом мире вместе с божествами, предками и миром просветленных умерших. Поэтому выход в свет из ночной тьмы, он важен. Точно так же, как ночь ассоциируется со смертью, а день с жизнью, точно так же, как дыхание ассоциируется с жизнью, а бездыхание со смертью, точно так же, как произнесение имен, звук или музыка ассоциируется с миром живых, а молчание с миром усопших. Важным эпизодом, который был связан непосредственно с ритуалом бальзомирования, была так называемая церемония отверзания уст и очей. На самом деле, и на предыдущих папирусах фрагменты этого церемониала вы видели, а сейчас перед вами фрагмент рельефа из гробниц Собельможи Мерира 14 века до новой эры, Королевский музей древности в Ляйдене. Это та же самая вертикальная поставленная мумия. Эту мумию ставят на холм специально вручную отобранного зернистого кристаллического песка. Этот холм ассоциируется с предвечным холмом суши, с первым участком земли, который сотворил предвечным божеством изначальные времена. Дальше уста этой мумии очищаются с помощью натрона. Натрон природная смесь соды и соли или как называли древнеегиптяне начерит, божественная. Это вообще главный атрибут очистительных церемоний в древнем Египте непосредственно, как мы с вами сегодня увидим, связанный с мумификацией. Дальше мумия очищают с четырех сторон цвета, четырьмя сосудами со священной водой для того, чтобы очистить его от земной скверны. Натрона натираются его губы, затем перед ним воскуряется либо ладан, либо священная благовония богини-матери защитницы всех умерших, под которыми египтяне представляли мир. Ладан и мир это два главных благовония египетского и храмового и заупокойного ритуала. Затем происходит достаточно страшное по нашим меркам и абсолютно нормальное по меркам Африки многих тысячелетней истории элемент церемонии, когда отрезается нога молодого бычка, обычно передняя нога, и вот эта нога, которая стекает кровью, ей прикасаются к кустам мумии. Это старая магия крови, считалось, что вот эта пульсирующая жизнь, которая находится внутри крови живого существа, она перейдет внутрь мумии и таким образом поможет совершить душе умершего первые шаги уже в ином состоянии, даст ему как бы вот такой толчок жизненной силы. Наконец, когда все эти элементы церемонии уже произведены, к устам мумии или, например, статуи, скульптовой статуи, точно такой же ритуал проходили, подносил специально деревянное тесло. Этим теслом символически как бы открывали уст, уста и глаза усопшего. Перед вами, кстати, сейчас очень интересный памятник о собрании Египетского музея в Турине. Это тоже 14 века до новой эры. Может быть, не так четко видно, но приглядитесь, это умерший, который лежит на ложе. Сверху та самая птица, утеряна, к сожалению, голова, то есть сущность ба, которую мы условно можем сравнить с христианскими представлениями о душе, но оно более сложное, более многомерное понятие, как я скажу позже. А, наконец, по сторонам изголовья и из ножи стоит изображение этого же умершего в виде просветленного духа, а главное наполнение, что самое главное для этих останков, что самое главное для этого умершего, вы видите, опять же, церемониал отверзания уст и очи, о котором я сейчас говорю, который делается по отношению к мумии, в свою собственную гробницу. Для этого церемониала использовался специальный нож, называется он песошкев, а вы сейчас видите его в крайней левой области кадра, очень древняя вещь с именами Ментухатепа II, 21 век до новой эры, делался он всегда из черного материала, из гематита, из кремния, и в итоге своей формой он четко воспроизводил тот нож, о котором поветуха перерезала пуповину родившегося ребенка. То есть прикосновение этого ножа в состоянии смерти, таким образом как бы давало с позиции небесной поветухи великой богини-матери новое рождение этого человека. В центре набор целый для отверзания уст и очей, вот исключение такой из розового известняка выполненный песошкев, и по сторонам вы видите сосуды, которые наполнялись священными маслами, которыми тоже обтиралась мумия в процессе древние египтяне огромное значение придавали запахам, ароматам, аромат благополучный, аромат притягивающий, прекрасный. Он с точки зрения древнеегипетской религии говорил о божественной сущности этого умершего. Наконец, в самом низу этого набора, набор из Абидоса шестой династии, то есть это рубеж 23-22 между прочим веков до новой эры, вы видите два кремниевых таких элемента, которые немножко напоминают пальцы. Один сохранился, другого нет. Это так называемые тептии, это пальцы бога аннубиса, которым тоже касаются рта муни, и на самом деле символизм действительно очень красивый. Это пальцы поведухи, которые изо рта новорожденного вынимают слизь, и вот те жидкости, которые род новорожденного младенца наполняют. То есть это то же самое рождение, только вот такое символическое, магическое, для того, чтобы сущность умершего могла благополучно существовать в мире ином. Нижние два изображения из гробницы вельможи Пахере в Ликабе, это 15 век до новой эры, вы видите прям по этапам все эти эпизоды ритуала. Вообще их было 75, и они связывались с представлениями о 75 именах и формах солнечного бога. солнечный бог Ра или Рахурахте в египетской традиции воспринимался как душа предвечного божества, который когда-то сотворил мир, и поэтому связь с солнцем, со светом, с его способностью создавать новые формы жизни, она была, конечно, для египетского погребального ритуала очень и очень важна. Если мы с вами говорим о человеке, то мы не можем с вами не остановиться на том, что в Древней Египте по их представлениям человек состоит из девяти сущностей. Я понемногу расскажу о каждой для того, чтобы вы поняли, для чего на самом деле делалось это мумия в Древнем Египте. Ну, первое, то, о чем мы с вами уже говорили, это плод человеческой, это земное физическое тело. Древнеегиптяне называли эту часть человеческой сущности одну девятую хат, ассоциировали ее с рыбой, которая плывет по иллюзорному водному пространству мира материи. Это то самое тело, которое будет в процессе бальзамирования трансформировано в сах. Сах – это мумия, это то, чего коснулось божественность, то, что уже обошенствлено. Это первые две. Дальше идет часть, которая очень нам важна для понимания мира гробниц и всего этого огромного ритуала. Это часть, которую древнеегипетский текст называют Ка. Перед вами в правой части кадра изображение Ка царя Ауибра-Хура. Это рубеж XIX-XVIII века до Новой Эры. Деревянная статуя, которая изображает жизненную силу. Вообще, по категорию Ка очень сложно перевести на любой европейский язык. Ну, во-первых, Ка есть у людей, есть у богов, есть у священных животных, а еще Ка есть у священных книг, у дверей, храмов и вообще у сократных предметов. Слово «жизненная сила», которое я использую для перевода этого слова, оно отражает только часть этого понятия. Потому что, например, у солнечного бога есть 14 Ка. И вся совокупность этих 14 Ка, она, например, описывается в египетских священных текстах как действенность, яркость, ну, условно, креативность, наполненность жизнью. То есть, это сильное, созидательное, жизнестойкое начало. Именно Ка после погребения остается внутри гробницы. И в зависимости от того, как будет ли оправдана сущность этого умершего в загробном мире, Ка либо медленно растворяется внутри мира гробницы и возвращается в некую совокупность жизненной силы этого рода, либо, точно так же, Ка может быть достаточно вредоносным духом, в том случае, если этот умерший он неправедник, он грешник, он не оправдан в загробном мире. И здесь уже начинаются такие определенные проблемы, связанные с тем, что сущность человека не прошла правильную, если так ее назвать, трансформацию. Символ Ка это две простертые руки, вот то, что у него на голове, вот так поднятые две руки, это с одной стороны символ этой субстанции, с другой стороны эти две руки на самом деле это объятие от богов, которые дают жизненную силу человеку. Человеку они дают жизненную силу не напрямую, фараон, царь, его еще один из его титулов именует тот, кто во главе Ка всех живущих, он непосредственно получает эту жизненную силу вместе с дыханием жизни от мира богов и как лидер своей страны передает ее каждому из своих подчиненных, если хотите. Помимо того, что Ка обитает в гробнице, Ка еще связан с тем, что без достаточного количества Ка в роду не будет детей. То есть это жизненная сила, которая обязательно необходима для того, чтобы было успешное деторождение в семье. Наоборот, если, опять же, было в роду достаточное количество людей, не прошедших оправданий на загробном суде, то при представлении древних египтян количество Ка рода уменьшается, таким образом рождается семья и дети в этой семье не получаются. Вторая очень значимая часть человеческой сущности это Ба. О ней мы уже с вами сегодня говорили. Потрясающий, совершенно золотой амулет в виде летящего Ба. На самом деле он накладывается и нашивается даже на мумию, именно поэтому под человеческим лицом в корике, в погребальной повязки хат видит такое кольцо, это нашивка на мумию. Более того, даже в египетской книге Мертвых есть специальное изречение о неотторжении Ба, о заклинании, которое было предназначено для того, чтобы даровать умершему уверенность в том, что совершив странствие по беспредельным просторам иного мира, Ба вернется к своей собственной мумии и сообщит о том, оправдывает ли душа этого умершего или нет. Ба с точки зрения египетских текстов это самое яркое воплощение личности умершего. Ба совмещает в себе интеллект, яркость личности, то, что мы условно сегодня называем с вами харизмой. Ба, кстати, воплощает в себе сексуальность. Ба это то, что движет личность этого умершего к вечной жизни. В древнеегипетских текстах есть одна очень интересная вещь. Сын это Ба отца, его продолжение, а отец это Ка своего сына. На самом деле вот в этой сложной системе категорий было различие между мужской жизненной силой и женской. Потому что если у мужчины Ка, то у женщины женский аналог хемуст и точно так же Ба. Ба или Ба Те это женский род во всех семитских языках, в древнеегипетском тоже, поэтому сущности эти у мужчины и у женщины отличаются. Наконец, Ба точно так же имеют боги и таким образом порой по системе Ба выстраивается некая такая колоссальная сопочинительная схема. Например, Ба предвечного бога это солнечный бог Ра. Ба бога Ра это всем известная богиня Исида, великая богиня мать. Ба боги Бат богиня Исида это Бастет, который вы тоже прекрасно знаете, священная богиня кошка, богиня плодовитости, семьи, домашнего благополучия и так далее. И вот эта самая священная кошка это Бат богиня Бастет. Таким образом, весь этот священный колоссальный мир он четко выстраивается по системе вот таких сложных сопочинительных связей. Еще одна важная часть сущности человека это его имя или как сказали бы египтяне Рен. Перед вами великолепная статуя царского сына Рахатепа, который был родным братом царя Хуфу. Это один из шедевров Египетского музея в Каире. Он нам сейчас интересен не только вот этим фантастическим взглядом инкрустированных глаз, которые выполнены из горного хрусталя, но и тем, что вот есть одно из стран изображение. Это изображение не этого конкретного человека, а его жизненные силы. Как? Поэтому это изображение лишено возраста, лишено каких-либо черт, которые накладывают на нас жизнь. Там возраст, болезни, какое-то несовершенство. Это безусловно портретное изображение, но одновременно оно еще и идеализированное или как можно сказать стилизованное. Но меня интересует другое. За спиной статуи высокая спинка его белого трона, на которой не только написан его титул сын царский от плоти его, но и вот нижние раз, два, три, пять иероглифов с правой стороны. Это его имя Рахотеп. Для древнего египтянина произнесение имени это дополнительное дарование личной жизни умершему. Поминовение имен усопших поколений это с одной стороны кормление умерших живыми, но в ответ не будем забывать, что точно так же умершие кормят живых, давая дополнительную жизненную силу, то самое Ка, в грядущие поколения. Имя было предельно важным до такой степени, что порой в каком-нибудь провинциальном храме какой-нибудь чиновник хотел заказать собственную статую, чтобы остаться в вечности, а средств необходимых на статую не было, либо хотел средства сэкономить. В итоге узурпировали статуи, то есть брали статую, которая была сделана пару веков тому назад, на ней перерезали имя, вообще не трогали лицо, и с этого момента она изображала того, чье имя написано. Здесь имя имело столь большой вес, что оно преобладало над портретным сходством с конкретным умершим человеком. Еще мы дальше идем по этой священной девятирице, это Иб, или сердце, великолепный амулет сердца, сделанный из лазурита, камня в Египте очень священного, который египтяне привозили в результате долгого караванного пути с Бадахшанского Нагорья в Афганистане. Это сердце царя Псусеница I, то есть это 10-е лет до новой эры, найдено в гробнице на мумии. Сердце для древнего египтяна это не просто сосуд наполнен деяниями жизни, интеллекта, памяти и вообще сосуд наполненный всем, что человек сделал в результате своего земного существования. Именно сердце будет взвешиваться на загробном суде высшими божествами. И именно о сердце говорит 29-е глава книга мертвых, то есть из речения сердце мое от матери твоей, от матери моей, простите, благородство твое в оправдании. Не следительствуй против меня на суде загробном, перед Богом великим благим, перед которым предстану я. Вот это молитва, которая направлена, обращена к сердцу, которая выступает в роли такого универсального, если не судьи, то свидетеля о поступках человека на протяжении его жизни, она для древнего египетяния была очень важна. Важная ремарка. Мы знаем с вами, что все внутренности вынимаются из мумии при бальзамировании, об этом скажу подробно позже, сердце остается. Его пеленают, бальзамируют также, обязательно оставляют для того, чтобы сознание жизни осталось внутри этого человека. Потрясающее изображение из гробницы царицы Тауса, которая в 12 веке до новой эры была одной из нескольких женщин в египетской истории, провозгласившей себя фараоном. Вы видите душу предвечного божества, которая воспаряет во вселенной в момент нового сотворения мира. Это новый суточный цикл, еще одни сутки, которые будут наполнены дыханием жизни. Рядом вы видите воды предвечного океана, из нее вновь из этих вод творится мир, и здесь присутствуют духи, божества и умершие. И вот если я сейчас вам увеличу один фрагмент от этого изображения, вы увидите известные вам птицы Ба, то есть птицы человеческой головы, а за них это апахала. Эти апахалы несколько раз встречаются на этом изображении. Вот это апахала, она символическим образом обозначает шуит, или человеческую тень. от человека она играла для древнего египтянина роль важной составляющей его сущности. Считалось недобрым наступать на тень другого человека. Тень она была связана также с жизненной силой, с продолжением рода, и тень есть у совершенно поразительных богов, ну например, есть тень солнечного бога. Вот совершенно неожиданная такая формулировка, и например, в эпоху Нового Царства, в эпоху, когда Египет находился на одной из самых высших точек своего развития, у солнечного бога даже существовали целые храмы, тень бога Ра, и высшей жрицей в этом храме обычно была царица. Вот всем вам известно, не гордите, она была например, жрицей в храме тень Ра во время своего управления. О тени мы знаем не так много, но тем не менее упомянуть ее тоже очень важно. Наконец, еще совсем немного нам осталось с вами разобраться в этой девятирице. Символом скипетра изображается сэхем, это мощь, это воля, это способность принимать решения, это очень важная категория действенности, которая передается каждому человеку от предвечного бога. И, наконец, последнее девятое, которое египтяне называют Ах, божественный, действенный, святозарный дух, который является божественной единицей внутри человека. Это то, что непосредственно в каждом из земных людей, по мнению древних египтян, есть от предвечного частица неуничтожима. То есть, даже если умерший будет грешник, он будет уничтожен, он не будет оправдан в загробном суде, все равно это одна девятая останется существовать, но просто она до следующего великого вселенского периода жизни останется в небытии. Вот такие делали стеллы, часто в просвещенных семьях, когда изображали какого-то известного родственника, который считался прародителем семьи, отцом основателем, либо матерью основательницей. Вот такие изображения священных предков, которые с точки зрения потомков, членов этой семьи были праведниками, назывались Ах и Кер-Эн-Ра, действенный дух, который находится рядом с солнечным божеством. Великолепная стелла 13 века до новой эры из собрания Лувра. Вернемся к погребению. Вот для тех, кто недавно столкнулся только с своим интересом древнеегипетской культуре, вот сейчас перед вами должна получиться очень многогранная картина. То есть для нашего мира это просто погребение, некий ритуал, а представьте себе, что этот ритуал взаимодействует со всеми девятью составляющими человеческой сущности. И по сути задача этого ритуала сделать так, чтобы разрушенное смертью единство всех этих девяти составляющих, оно позволило им занять каждому свое место, кому-то вернуться в копилку жизненной силы рода, кому-то прилететь на загробный суд и быть оправданным, а кому-то как это было связано с именем остаться в устах живых, то есть сделать так, чтобы человека это воспоминали. Однако не все так просто. Вот у нас с вами ритуал отперзания устойочей совершен при входе к гробнице. Перед вами уникальный совершенно рисунок набросок на астраконе. Астракон это либо обломок известняка, либо обломок керамического сосуда. На таких фрагментах материалов египетских художников делают свои наброски, потому что папирус был очень дорогим. Вот смотрите, это погребальная шахта. Наверху стоят плакающицы, вы их жесты плача уже прекрасно знаете. Рядом стоит с левой стороны жрец, который держит в одной руке ритуальную курильницу, а в другой сосуд, из которого он изливает священно очищенную воду для того, чтобы помянуть умершего. И вот тут есть еще один персонаж, который спускается по уступам внутрь саркофаг, там стоит жрец Херри Сэшета в маске бога Анубиса, который производит последний завершающий этап ритуала бальзамирования. Спасибо огромное, это чудесно. И здесь это коллективное погребение, то есть вы здесь видите еще другие саркофаги, которые принадлежат членам семьи этого умершего. Мы очень часто в Древнем Египте о каком-то очень значимом явлении знаем только потому, что чудом сохранился один текст. Особенно, когда касалось дело пространства священного, того, что не касалось ни в коем случае обычного человека, но что было частью знания священного, то, чем обладали жрецы. Так вот, в одном из текстов, который хранится в Великобритании, рассказывается о том, что когда мумия опускается в гробницу, а гробница сразу же вовсе не запечатывается. Туда спускается специальный жрец, вот этот сэн, жрец заупокойного пульта, который проводит с мумией первую ночь. Дело в том, что в первую ночь сущность умершего, она бьется от стены гробницы, она не все знает о том, что такое состояние вечной жизни, она еще не понимает, как преодолеть смерть. И в итоге этот жрец, который обладает определенными способностями, он впадает в состояние сэджер. Состояние сэджер это состояние ритуального сна, когда сущность земная, физическое тело засыпает с точки зрения древних египтян, а сущность подлинная, настоящая, просыпается. И этот человек в своем тонком теле, если хотите, в состоянии сна, а сон считался пограничной материей между жизнью и смертью, он помогает, выставляет душу, он призывает священных животных, насекомых, которые ползут по миру иному и которые показывают душе, где находится правильный проход в иную мир, для того, чтобы она не заплутала, для того, чтобы она обязательно дошла до загробного суда, потому что заблудившаяся душа, либо не прошедшая загробный суд, это, как сказали бы древнеегипетские тексты, муд, это проклятый умерший, это то, что в европейской традиции считается призраками, вампирами, всеми вот этими существами, которые зависли между мирами и не могут найти своего упокоения. В итоге все эти ритуалы произведены, на утро, после первой ночи, которую во сне провел жрец в погребальной камере, он все-таки покидает гробницу, гробницу запечатывают Великой Печатью Некрополя. И здесь вы видите начало великого странствия. С одной стороны, это фрагмент книги Мертвых Неверенпетт, из Брюсселя, 13 век до новой эры. Вот она, условная душа Ба, которая вылетает из гробницы в пространство иного мира для того, чтобы совершить свое путешествие. А вот здесь, это тоже книга Мертвых, которая принадлежала госпоже Моттемхат, Лондон, Британский музей, 13 век до новой эры тоже. Вот здесь лежит ложа, вот стоит ложа, вот это тело умершего, которое дословно называется Сах, то, чего коснулась божественность. И здесь богини-защитницы и целые бериады сонм и духов, которые сопровождают этого умершего в загробном мире. Немного, совсем чуть-чуть, о загробном странствии. Этот сюжет не является основным для нашего сегодняшнего разговора, но не сказать я о нем не могу. Перед вами потрясающие красоты изображения Богосерия, совладыки иного мира. Все знают прекрасно легенду, что он когда-то был царем земным, он был убит братом своим сетхом, который был богом пустыни и хаоса, он был разрезан на части и любовью, магией и усердием своей супруги богини Исиды он был собран воедино, он был оживлен, он первым победил смерть, и таким образом с одной стороны он стал в этом мире судьей для всех умерших, с другой стороны ритуал погребения и ритуал бальзонирования он предназначен для того, чтобы отождествить каждого умершего с Осирисом, потому что подобно тому, как Осирис победил смерть и обрел жизнь вечную, точно так же каждый умерший должен эту вечную жизнь обрести. В той же книге мертвых мы очень часто рядом с именем умершего увидим титул Осирис такой-то, ну например у нас был папирус Ани, Осирис Ани, для переводчиков иногда вот в середине 20 века, когда очень многие тонкости еще не были выявлены, ну покойный Ани, на самом деле для древней египтианы совершенно иное, возродившиеся Ани. Вот это отождествление умершего с Осирисом еще до похорон, когда только делалось на заказ книги мертвых, это на самом деле магический посыл ему в ином мире это отождествление с Осирисом обрести. В итоге один из главных эпизодов загробного странствования птицы Ба это психостасия или ритуал взвешивания сущности умершего это центральная часть папируса Ани великого шедевра Британского музея. Вот сам великий бесед царский это его супруга Туту, которая тоже здесь изображена. Великие весы вот здесь поверьте мне стоит бог Осирис вместе со своей свитой и на одной чаше весов струсиное перо символ богини истины, миропорядка и вселенской гармонии которую египтяне называли Маат. На другой чаше весов наполненная красной кровью сердца этого умершего та самая жизнь та самая совокупность его деяния и поступков. Иногда вы знаете на папирусах бывает очень красивая такая игра смыслов когда вместо сердца взвешивается изображение глаза и изображение рта. Глаз в древнеегипетском иероглифике это глагол ир деяние творить все что сотворено ир уста все что высказано то есть все поступки все мнения все мысли все это взвешивается на загробном суде. Результаты вердикт записывает вот здесь бог мудрости луны магии весьма еще тот который имеет голову ибиса бог анубис которого мы уже знакомы он проверяет правильно ли идет мера взвешивания весов и вот она эта птица ба душа усопшего которая сидит на входе в этот зал двух истин в котором председательствуют осирисы в котором сидят 42 судьи великие судьи души усопшего в ином мире и амимид поджирательница та что поглощает как иногда в шутку называют заупокоенные тексты собака владыки иного мира задача амимид в том случае если это грешная душа уничтожить 8 из 9 составляющих сущностей но вот эта одна девятая ах она неуничтожима и просто в египетской культуре в которой кстати задумайтесь интересно в ней нет представления об аде вообще египетян нет ада либо душа усопшего пребывает на полях иалу полях зеленого тростника вместе с богами вместе с предками вместе с солнечным богом благополучие либо во мраке небытия она ждет следующего великого космического цикла когда будет сотворена заново вселенная и вот в этом новом творении она все равно примет какое-то свое посеянное участие совершенно чудесная амимид из папируса Непкет Лувр 14 век до новой эры это синкретическое существо у нее морда гиппопотама передняя часть тела львиная задняя часть тела богемота вот поэтому вот такое синкретическое существо здесь священное озеро и опять же перо истины потому что закон имя и миропорядок это то что определяет существование души умершего в загробном мире порой вот этот заупокойный текст был столь значим для человека что даже встречались случаи я его очень люблю хотя он редкий когда вообще мумию обернули в книгу мертвых святых папируса хранится эта мумия 4 века до новой эры в провинциальном французском музее в Авердоне и его даже не стали распеленывать снимать этот папирус потому что из этого папируса по сути сделана была покровная погребальная пелена на самом деле если мы с вами просто одной фразой еще вспомним книгу мертвых то она упирается в куда более древние тексты саркофагов которые появились в египетской традиции где-то на рубеже 21-20 века до новой эры а тексты саркофагов в свою очередь упираются в тексты пирамид первый религиозный источник в истории человечества тексты которые были впервые записаны в 25 веке до новой эры на стенах внутренних помещений погребальных камер царских пирамид в процессе демократизации религии определенные вещи например вера Василиса или определенные магические заклинания они стали доступны для простого человека исконно это та прерогатива которая касалась в погребальном ритуале именно персоной царя и никого более наконец сама мумия я вот очень люблю этот кадр сделан он в Лувре она достаточно поздняя это первый век до новой эры в это время когда Египет уже входил в состав Римской империи после смерти всем известной седьмой Клеопатрой было распространено пеленание в виде вот такого красивого геометрического узора на эту мумию надевалась погребальная маска вы там видите сверху красивая выполнена из картонажа то есть проклеенных листков холста папируса и гипса из картонажа выполненное широкое солнечное ожирение это то какой мумия должна была быть оставлена в гробнице для того чтобы процесс трансформации сути усопшего в загробном мире прошел благополучно египетские тексты указывают на одну очень важную вещь дело в том что если погребение будет сделано неправильно либо тело будет разлагаться будет испытывать мучение Ба которое связано достаточно долго с телом пока она страстет по иному миру именно поэтому вот этот смысл египетской мумификации задача была не просто сделать мумию на века на тысячелетие а предвосхитить пред остановить разрушение тела в первые месяцы после смерти для того чтобы иные более тонкие части сущности благополучно дошли до иного мира и выполнили свою функцию обрели то самое бессмертие позже гробница внутри которой находится мумия это нечто что связано с поминовением это место в некрополе куда приходят родственники умершего которые есть определенные праздники почитания предков когда в общем там и веселились и вино и пиво пили не было этого страха смерти его вообще в древнем востоке нет это страх европейской культуры и наоборот считалось что люди пришли в гробницу в открытую ее часть не в погребальную камеру верхнюю на гробе капеллу либо такое святилище они приходили с детьми приводили туда знакомых веселились шутили смеялись проводили там прекрасный день это цитата древнеегипетского текста потому что в этот момент они находились в единении со своими предками предки незримые тоже присутствовали здесь предкам давалось подношение пищи то есть заупокойная жертва в обмен предки давали жизненную силу благополучия защиту миру живых вот эта грань когда смерть в египетской культуре воспринимается как что-то несущественное она удивительно поражает нас часто например в древней Египте был такой специфический целый жанр который называется пример горшок глиняный покрывается текстом письма опять же наливается какая-то жертвенная житель молоко вино пиво вода все что угодно все что не еду дальше она приносится в некрополь и определенным образом закапывается для чего из текстов на чашах прекрасно видно например ситуация когда жила женщина она была вдова у нее рано умер любимый первый сын у нее жизнь потом состоялась но ее дети от второго брака болели и она написала письмо в мир мертвых своему рану усопшему сыну потому что он ушел рано не успел себя запятнать земную жизнь стал быть он стал пресветлым явно духом стоящего престола осилиса и она просит его пошептать на ухо богу чтобы бог помог ей излечить ее земные детей ведь они его братья и сестры вот таких писем очень-очень много и часто в египетской практике существовал ритуал когда человек пишет что вот то-то 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 если письмо дошло просят присниться если ты мне приснишься я пойму что письмо дошло что ты мне помогаешь соответственно я еще раз приду к твоей гробнице к твоей статуе принесу дополнительные жертвоприношения такого было очень и очень много это совершенно целодельный жанр египетской литературы идея о сохранности тела мы непосредственно сейчас с вами к ритуалу глинификации подходим она родилась в Египте очень давно и была она обусловлена отчасти египетским климатом вот этот пример это раскопки в дельте это Меншат Абу Умар это скелет 4 тысячелетия до новой эры погребение в позе зародыша одно из самых древних еще там практически лет 600 пройдет до того как будут созданы государства фараонов ритуальными подношениями пищи воды вот эти удивительные керамические памятники здесь есть в том случае если это была не дельта Мила где была высокая влажность грунта а например долина где было много песков а микрополь традиционно находится в пустыне то там зачастую даже вот тогда в 4 тысячелетии до новой эры происходила естественная мумификация то есть тело теряло до 2-3 3-4 даже своего веса становилось таким очень легким обезвоженным картонным и вот это наверное и породило в египтянах мечту сохранить тело что бы то ни было победить вот таким образом материальным образом победить смерть при этом даже вот в этих архаических памятниках совершенно поразительно эта смерть описывается памятника собрания Берлинского музея это вдумайтесь рубеж 31-30 века до новой эры безумная совершенно древность это лодка в форме лягушки лягушка вот так открыто как бы сверху видите что находится у нее внутри в ней умерший который лежит в позе зародыша эмбриона лягушка хекет древнеегипетской религии это символ рождения плодовитости и жизни вечной это божество которое часто своим священным животом имеет лягушку и вот внутри этой лягушки спит этот маленький зародыш потому что она должна преодолеть смерть и вывести его через состояние смерти в жизнь вечную пройдут века и в каноне традиционной египетской культуры эпохи фараонов будет изображена лодка на которой улыбающаяся умерший плывет сквозь воды нила для того чтобы вот эту воду смерти преодолеть выйти на другой берег вечной жизни либо многие другие аллегории которые в культуре древнеегипетской были очень разнообразны верхняя иллюстрация это одна из первых египетских искусственных мумий то есть мумий сделанных с помощью человеческих рук на самом деле это просто тонкий слой холста который был пропитан штуком штук это очень тонкий просеянный гипс и в итоге было обложено просто лицо этим холстом и на нем поверху были зафиксированы черты лица глаза нос и губы это мумия которая была датирована самым началом четвертой династии это эпоха великих пирамид гизы то есть это 26 век до новой эры к сожалению сейчас исследовать ее невозможно выдающийся британский археолог Уильям Мэтью Флиндер Спитри он ее вывез в Великобританию она погибла во время бомбежки в Ливерпуле во время Второй мировой войны внизу другой пример такой же попытки тоже четвертая династия разница между этими двумя мумиями где-то приблизительно в 60-70 лет нижнее моложе хранится в Бостоне в музее изящных искусств это как вы видите из гипса сделанная просто оболочка которая повторяет форму тела для того чтобы сохранить условно нетленным это важную часть человеческой сущности дальше уже приблизительно с 22-21 века до новой эры когда в Египте начинается постепенно после эпохи междоусобиц великая эпоха среднего царства появляются настоящие мумии я очень люблю эту серию кадров она была сделана в начале 20-го века в мастерских музеях Метрополитена в Нью-Йорке это мумия вельможи Уаха который был современником царей среднего царства и соответственно жил приблизительно на рубеже 21-20 веков до новой эры на пеленание господина Уаха ушло 375 квадратных метров лучшего льняного полотна то есть это его просто кокон и вот видите здесь процесс разворачивания мумии сначала кокон с маской верхняя покровная пелена затем уже нижние пелены маска которая надета на самом деле не на саму мумию а на тело обернутая еще несколько раз полотном и мы продолжаем с вами дальше разворачивать останки и вот таким образом уже во внутренних слоях пеленания и здесь амулеты на шее и широкое фаянсовое ожерелье у цех и вот уже собственно останки этого гельможи который был приближен в одного из царей ну и конечно такое количество квадратных метров полотна мог себе позволить не каждый вообще переграмирование стоило дорого и зачастую полотно нанесли из дома в 1985 году в процессе исследования одной мумии в региональном музее города Леона во Франции обнаружили что пелены мумии состоят на самом деле из паруса это был рыбак и у него не было ничего его забальзамировали самым простым образом я думаю что это подорвало на год все достояние его семьи и в итоге его парус с элементами такелажа разрезали и завернули его то есть вот этот парус который служил ему при жизни он стал служить ему и в жизни вечной иногда перены расписывались покрывались заклинаниями текстами таких примеров тоже достаточно много все что связано с изготовлением мумии о чем мы сейчас с вами говорим и будем говорить связано с богом конечно аннубисом божество очень непростое божество очень известное популярное его изображают тысячи египетских изображений редкая статуя из музея в Хильдесхайме он сам бог аннубис изображен в образе мумии с головой шакала первый эпитет бога аннубиса Тепиджуэф тот кто сидит на вершине своего холма перевод то есть это холм некрополя на котором сидит священный чертный шакал и следит за грабителями мешая им проникнуть в гробницы и ограбить мертвых другой его эпитет хентисэхнечер первый от божественного навеса это божественный вот такой навес который делается непосредственно у входа в гробницу и там аннубис или жрец в маске бога аннубиса делает заключительные этапы ритуала бальзамирования и ритуала отверзания уст именно от аннубиса либо от его верховного жреца зависит то насколько успешным будет проведен ритуал а соответственно насколько быстро удастся этого умершего отождествить с осирисом владыкой загробного мира прекрасная роспись 13 века до новой эры из гробницы царского художника сына джема роль аннубиса в мультификации она во многом обусловливалась его мифологическим образом дело в том что аннубис у нас один из сыновей бога осириса он если хор владыка неба прародитель царской власти главный сын осириса с головой сокола он сын богини есиды то аннубис он сын богини нефтиды но роль аннубиса в спасении осириса очень и очень велика одним из его символов является вот такая штука называется она иммиут перед вами иммиут из гробницы тутанхамуна что это такое чашка из белого алебастра из которого прорастает стебель нераскрывшегося папируса и к этому папирусу привязана за хвост тоже кстати завершенный цветком папируса вот такая шкура животного в уникальном совершении тексте который называется папирус жюмельяк который хранится в лувре рассказывается о том что вот убит осирис я очень условно рассказываю быстро все это подробно и в деталях он разрезан на части своим братом и смерть это то что разрушает целостность то есть целостность это явление связанное с жизнью а разрезанность повреждения вот все что с этим связано это элемент смерти и в итоге Анубис понимает что для того чтобы осирис возродился к новой жизни ему нужно обрести целостность он с себя живого в папирусе жемельяк снимает шкуру кожу для того чтобы в эту кожу завернуть своего отца и только уже получив новую ополочку тело осириса старание уже другого сына хора должно обрести возрождение вот здесь Анубис выступает не просто как изготовитель первой мумии а он таковым не являлся в египетском высшей жертвенности по отношению к своему отцу поэтому эмблема Эмиут это шкура Анубиса набитая плотью умершего в царских гробницах вот такие красивые делались эмблемы они часто изображаются на папирусах и на гробничных росписях наконец приблизительно где-то с 19 века до новой эры вообще брали тонкую коровью шкуру стилизовывали ее вот под такой символ набивали ее зерном и илом нильским символом возрождения потому что зерно прорастающее это Непри это один из основных символов Осириса и вот такую шкуру набитую символами возрождения клали в царскую гробницу такой есть в пирамиде Санусерта второго в Лахуме например соответственно Анубис как великий владыка бальзамирования он является верховным божеством для жрецов которые связаны с этим ритуалом соответственно верховный жрец который ведет собственно ритуал под его правлением под злогластью находятся все остальные жрецы бальзамировщики он надевает вот такую маску это маска хранится она в собрании музея Ренера и Пеллицеса в Хельдесхайме в Германии она поздняя это 4 век до новой эры вот это отверстие для глаз Регина Шольц моя коллега которая долгие годы хранила это собрание она ее держала в руках вот она тяжелая потому что это смесь картонажа и глины и конечно представить себе вот это все эти необходимые действия пока человек находился в этой маске тяжело но понятно что он был просто главным который отдавал рекомендации остальным жрецам которых называли Уту Уту это жрецы бальзамировщики те самые которые потом в греческой традиции будут названы парасхитами немножко о том как делается мумия ну во первых с одной стороны ритуал который касался каждого египтяна с другой стороны ритуал тайный у нас нет ни одного египетского подробного текста который описывает бальзамирование и первые исследования бальзамирования в середине 20 века они были сделаны на основании Геродота отца истории который в 5 веке грек побывал в Египте описал многие вещи он описал три способа бальзамирования описал он их ну плюс-минус подробно но судя по тому как пошли дальше исследования реальных существующих египетских мумий многого Геродот не знал и много ему не показали потому что он был чужеземцем. Прежде всего, тело приносили в специальное место, называется это место Ибу, или место очищения. Там происходил ритуал омовения тела. Затем из Ибу переносят в Уабет-Уат, очистительное место. Там непосредственно Великий Песец делает рисунок своим каламом на нижней части живота, по которому потом жрец, который изображает Сетха, бога хаоса, делает разрез. Вынимаются все внутренности, затем специальными металлическими крючками пробиваются сквозь ноздри перегородки в черепе, и с помощью острого сока резки, который разъедает вообще все, что только можно, разъедается, вынимается мозг, простите, литературное кафе, и, соответственно, мозг вынимается из черепной коробки. Затем тело держится около 40 дней в растворе, а иногда просто в сухом порошке той самой природной смеси соды и соли, на череп, на трон. В итоге тело обезвоживается, и затем, когда уже оно обезвоживалось, оно не пахнет дурно, это важно, оно переносится в следующее помещение, которое называется пернефер. Пернефер – это дом красоты, в переводе древнегипетского. Там его умощают маслами, благовониями, его набивают необходимыми всяческими элементами, тканью и так далее, вставляют луковицы вместо глаз, либо, наоборот, глаза инкрустируют, и всячески делают так, чтобы это тело, эта мумия, она походила на останки, которые сохранены для вечности. Наконец, весь ритуал бальзамирования, он длится порядка 70 дней. Это 70 дней число священное, потому что оно было связано с циклами Сириуса. Сириус 70 дней пропадает с небосклона. Сириус в древнеегипетском представлении – это звезда с богиней Исиды, более того, это небесная форма Исиды. Исида в плаче по Сириусу пропадает на 70 дней, потом она опять появляется на небосклоне, знаменуя собой начало Нового года, одновременно совпадает всегда в Египте в июле с разливом Нила. Но совпадало до того, как была построена Сат-Эляль, высотная Суанская плотина. Соответственно, 70 дней, как бальзамировали Осириса, так бальзамируют каждого умершего. И на 70-й день его выдают для того, чтобы его забрала семья. Уже эта мумия в маске, все как положено. Ну, иногда бывали отдельные случаи, когда, видимо, до погребения, еще мумия была объектом поклонения. Например, жена знаменитого фараона Хафра, которому принадлежит вторая пирамида Гиза, царица Мерисанг III, она поступила в свою гробницу на 272-й день после своей смерти. Забальзамирована, просто она, видимо, была объектом поклонения. Та же самая вещь была связана со знаменитой царицей XVI века до Новой эры, великой Яхме Снифертари, которая была основательницей института супруг бога, великий жрис бога Омона в Карнаке. Вот она тоже, судя по всему, достаточно долгий путь провела между состоянием начала смерти и состоянием помещения в гробницу, поскольку она была объектом поклонения тех, кто почитал ее еще и при жизни. Вот так делался разрез на теле, причем по разрезу можно сказать, какого времени эти останки. Но вот из тех примеров, которые у меня здесь, вот это до Тутмоса III, то есть это до XV века до Новой эры, вот это, начиная с Тутмоса III, это XV-XIII века до Новой эры, вот это незнатная персона, чем больше разрез на теле, тем менее качественное бальзамирование, а вот это, например, совершенно редкий случай, но мумию делали в спешке, это Татанхамон, вообще совершенно другой разрез. Вот этот момент разрезания тела, это нарушение целостности тела, это то, что является первым моментом, связанным с состоянием смерти, то, что связано с мифологемой Осириса, который был убит Сетхам. Поэтому в результате, когда тело было уже подготовлено, потому что все было изъято, очищено, вот этот разрез запечатывался вот такой пластиной. Она могла быть золотой, она могла быть восковой. На ней изображено огромное око хора. Хора, того самого сына Осириса, который победил Сетха, поверг убийцу своего отца к стопам своего усопшего предка, и в процессе битвы Сетх вырывает у хора глаз. В итоге, когда Осирис не выходит из состояния смерти к вечной жизни, то бог Хор дает ему проглотить самый дорогой, что у него было, собственный глаз, который пульсировал жизнь. В этот момент, проглотив глаз, Осирис возрождается к жизни вечной. С тех пор в египетской культуре, основываясь на этом мифе, появляется целая плеяда амулетов и вообще всяких священных изображений, связанных со священным око хора. Око хора здесь играет роль сына, который завершает процесс бальзамирования собственного отца. И плюс еще око хора имеет здесь очень важную функцию – восстановление целостности сущности этого усопшего. Без восстановления целостности сущности усопшего здесь ничего быть не может. Обратите внимание, здесь есть одна очень интересная параллель, которая будет характерна вообще для фольклорных эпизодов у разных народов мира. Вспомните русского богатыря с мертвой живой водой. Мертвая вода, когда тело срастается, а живая вода только потом, когда тело срощено. Тогда уже в него запускается новая жизнь. Вот так же и в Египте. Анубис связан с подготовкой мумии, а Хор связан с оживлением сущности. Так же, как мать Анубиса, богини Невтида, это инертная богиня, связанная с погребальными пеленами, а мать Хора, Исида, она действенная богиня-мать, которая делает все для того, чтобы ее убитый супруг обрел жизнь вечную и преодолел смерть. Соответственно, все внутренности, изъятые из тела, кладутся вот такие сосуды, называются они канопы. Древнейшие канопы датируются 26 веком до новой эры. Это просто ящик-алебастер, разделенный на четыре части. И был он сделан для царицы Хитебхерес I, которая была матерью царя Ху-Ху. Позже канопы закрываются такими крышками в виде голов духов. В эти сосуды кладутся кишки, легкие, желудок, печень, вот все, кроме сердца. Есть единственная часть человеческой сущности, тела физического, которое выбрасывается при бальзомируем, это мозг. Мозг несет в себе сознание этой жизни. Его выбрасывают. Все остальное кладется в канопы, а все то, что просто касалось тела, например, вот нож из такого вот камня, да, обычно, это какой-то кварцит, либо агат, либо кремния еще очень часто, вот этот нож, он касался тела умершего. Поэтому ножи, бальзомировочные крюки, и вообще все, что касалось тела, еще какие-нибудь там оставшиеся, извините, кишки, их клали в один огромный мешок, завязывали, он сверху закрывался скульптурным изображением этого умершего. Эта штука называется текено, и текено тоже на салазках везли в гробницу, для того, чтобы ничего того, что касалось тела, того, что нарушало состояние целостности, не осталось в этом мире. Это все должно было попасть в гробницу. В верхней части, здесь из разных музеев, собранные на выставке, замечательные предметы. Ну вот здесь как раз такой нож бальзомировщика. Вот это крюки для пробивания через ноздри перегородок в черепе. Вот это чудесная вещь из лувра. Это такая специальная ложечка, она вставляется в ноздри, и в нее заливается ароматное, смоленистое такое вещество, смолистое, простите, которое потом обволакивает внутри черепную коробку, для того, чтобы там, соответственно, тоже все было прекрасно, хорошо и совершенно. Ну что еще могут сделать в доме красоты? Ну и вот такие сосуды из замечательного камня, который мы традиционно называем алебастром, на самом деле это травертин. Там, соответственно, инотрон, и всякие необходимые другие компоненты. Иногда, где-то приблизительно с 19 века до новой эры, крышки колоб могут изображать собой не только вот этих духов, сыновей бога хора, имсети хэппи дуамутепа кебех сынув. Они, кстати, связаны с определенными внутренностями, они связаны с определенными сторонами света, они связаны с... У каждого из них есть покровительница, одна из четырех великих матерей, Исида, Нефтида, Нейт и Селкет, четыре богини-охранительницы умершего. Но могут быть крышки коноп и в виде человеческих портретов. Сейчас, секундочку, друзья мои. Вот техническая пятная палатка. Мы не хотим показывать картинку. Спасибо. Самый прекрасный и известный пример это замечательные крышки коноп Тотанхамона, фантастическая работа из алебастра. Соответственно, они так поставлены, что они смотрят друг на друга. Это работа вообще превосходная. Это один из великих шедевров Египетского музея в Каире. Я покажу вам отдельно, как выглядит одна такая пробка. И вот то, что вы видите здесь внутри, это на самом деле ящик, в котором они находятся. Первый ящик из алебастра. Внутри этого ящика, вы видите сверху, это как бы срез, находятся емкости. В каждой емкости сделан маленький, вставлен туда маленький золотой гробик. Внутри этого золотого гробика, соответственно, забальзамированная та или иная внутренность. Вокруг алебастрового ящика огромный деревянный позолоченный ковчег. Вот здесь ножки, это четыре богини-охранительницы, которые, простирая в сторону руки, закрывают внутренности умершего и защищают их так, как они защищали когда-то Осириса. Соответственно, здесь, если мы с вами вслед за Говардом Картером посмотрим на этот предмет, то мы выясним, что под крышки внутренности, помимо того, что они были специальным образом упакованы золотые ковчежцы, они еще обнимались специальными смолами. И вот потому, как лилась смола, становится понятным, как шел здесь ритуал. Потому что, если мы посмотрим, как изображены богини на углах алебастра, ковчега, на стенках вот этого деревянного золоченого ковчега, как стоят богини, то получится следующее. Заливали смолу и масло против часовой стрелки. Ритуал против часовой стрелки, это ритуал на смерть. Это ритуал Сакара-Сириса, против солнца. Сакара-Сириса бог смерти, такой тотальной смерти в Древней Египте. А богини танцуют вокруг ковчега с канопами по часовой стрелке, запуская цикл новой жизни. Вот этот ритуал Сакара-Сириса, движение танца против часовой стрелки, И по часовой стрелке он использовался не только в заупокойных вещах, он вообще использовался в египетских храмах. Ну и чтобы вы себе представили те вещи, о которых я говорю, это как раз съемка эпохи Картера. Вот алебастровый ящик как раз с крышками. Это большой ковчег из дерева и золота с фигурами подинь, срез которого вы видите вот здесь. И это один из замечательных совершенно золотых ковчежцев для внутренности, который написан именем царя и который молитвами испещрен даже внутри. Она приблизительно где-то высоты, наверное, порядка 40 сантиметров и, соответственно, находится в собрании Египетского музея в Каире. Изображений процесса бальзамирования очень мало, но мы должны с вами понимать одну очень важную вещь. Есть тексты в собрании Каирского музея, в собрании Лувраль, в собрании Восточного института в Дюрхеме, которые содержат изречения для участников процесса бальзамирования. Это был драматический ритуал. То есть это не просто собрались шрицы, прочитали заклинания, сделали луны. Нет. Они специальным образом готовились, чтобы в них, например, в того, кто надел маску Анубиса, вошел дух Анубиса, а в высшую плакающицу вошла Исида. То есть они готовились к принятию богов в физическое тело. И это было главным залогом того, что Ассирис получится, и что был-то обычный, умерший, а станет-то Ассирис в том потустороннем пространстве. Я всегда, когда рассказываю об этом, хочу вспомнить замечательный фильм Ирджика Валеровича «Фараон». Знаменитый польский фильм, который является единственной попыткой реконструировать Древний Египет. Никакой Голливуд рядом не лежал. Если вы помните, там в восходе выходит богиня Исида с зеленым лицом, говорит, что делаешь ты со спящим, брат мой Анубис. Вот это была очень четкая и правильная и тонкая попытка показать, что это некое колоссальное драматическое действие, когда простой умерший писец Ани становится залогом существования мира, потому что он и есть Ассирис. И если он не станет Ассирисом, не возродится, то и мир разрушится. То есть здесь вот этот совершенно другой взгляд на мир, древний, он обязательно должен быть вами учтен, когда вы смотрите на эпизоды изготовления тела. Прорисовка рельефа из гробницы министра иностранных дел эпохи царя Мерниптаха, 13 век до новой эры, был такой господин Чаи. В его гробнице, кстати, даже есть полностью зарисованное управление иностранных дел, его величество. И здесь его бальзамирование, вернее, уже заключающая церемония, перенание мумии, на мумии уже маска, вот здесь дальше эти перены делаются. И что любопытно, здесь расписывается маска саркофага, художник стоит с кисточкой, здесь делается маска, сосуды, то есть все изготовление подлевального инвентаря, единственный пример, не имеющий аналог к египетскому искусству. Еще один пример того, хоть какого-то изображения процесса бальзамирования, это фрагмент крышки саркофага вельможи Джетбаст и Утфанха 2 века до новой эры. Вы видите здесь умершего на ложе, под ним лежат канопы, те самые сосуды с головами духов. Вот здесь стоит жрец с головой Анубиса, вот эти два странных белых предмета, это мешки с натроном, со смесью соды и соли. Здесь Уту, жрецы-бальзамировщики, и вот здесь в жесте высказывания заклинания, бог Анубис уже читает тексты, молитвы на вот это забальзамированное тело. Вот здесь его осыпают и обливают натроном, и здесь тоже готовят тело для дальнейшего сохранения. Вот эти два примера, Джетбаст и Утфанха, и рельеф из гробницы Чаи, это за все тысячелетия египетской культуры два сохранившихся примера того, что изображает ритуал бальзамирования. Насколько он был тайным, при том, что он касался каждого живого и умершего египтянина. Еще одна очень интересная вещь. Во-первых, те изображения, которые вот здесь стоят силуэтом. Дело в том, что в отдельных случаях, когда человек был достаточно тучным, то нужно было использовать дополнительные средства для сохранения тела. Делались разрезы, вот здесь показаны эти разрезы. Туда встирался специально дополнительно размученный натрон. И позже, когда тело уже усыхало, тело набивали вот эти зоны набивки маленькими полотняными мешочками с песком, либо с натроном, либо с травмами, для того, чтобы тело не просело, а сохранило свою естественную форму. Это было очень важно. Второй очень важный момент связан с вот этой иллюстрацией. Это саркофаг. Это точно тоже восточный институт Дюрхема, о котором я сегодня говорю часто. Жил-жил древний египтянин. И случилось у него беда, он руку потерял при каких-то обстоятельствах. Рука была заранее сбальзамирована. А позже, когда он умер, она была положена сверху на его саркофаг в правильной позе, там, где она и должна была быть. Это было очень важным элементом. Все части физического тела обязательно должны были последовать в иной мир. Никакая из них не должна была быть отторгнута даже в таком случае, потому что это помешало бы идентификации этого умершего с целостным Осирисом. Я много мумий показывать не буду. Конечно, не показать совсем тоже не могу. Это перед вами три подлинные головы обычных умерших. Это писцы, жрецы среднего социального статуса. С разной степени удачности делается мумия. Иногда, как Геродот пишет, он, видимо, прав вообще, толком ничего не вынималось, а просто в тело запускалось в большом объеме настойка редичного масла. Оно разъедает абсолютно все, потом просто все выливалось, и затем тело пеленалось. То есть не всегда это было действительно царское искусство. Но, конечно, на фоне обычных мумий кофе миллионы, их огромное количество, во всех музеях мира и до сих пор в египетских некрополях. Конечно, есть мумии потрясающие сохранности. Смотрите на нее. Звали ее Хенут Тави. Жила она в X веке до новой эры, то есть ей больше трех тысяч лет. И была она великой певицей бога Амона, храмовой жрицей, и женой верховного жрица Амона в Карнаке, Пайна Джима I. У нее инкрустированные глаза. Вот таких порой лиц потрясающих, сохранившихся, лиц, которые совершенно особенным образом позволяют дополнить наше представление о известной исторической персоне. То есть помимо статуи портретных, помимо рельефов еще и тела, вот это, конечно, отличительная черта древнеегипетской культуры. Какой еще культурой древности вы можете увидеть лицо великого царя, великой царицы, великой жрицы, или просто человека, который для них сеял хлеб. Вот эта поразительная черта, конечно, египетской культуры, она позволяет совершенно иначе увидеть их мир. Ну, наверное, одна из самых знаменитых мумий, я на любой лекции по мумификации ее показываю, не могу не показать, это царица Тея. Это жена Менхатепа III, XIV век до новой эры. Это одна из самых поразительно сохранившихся мумий. Потрясающие, как на подлинных волосах, хотя чаще египтяне волосы брили, тело было вызолочено тонкими золотыми листами. У нее на руках роскошный совершенно маникюр из кедровой смолы и охры толченой. Но вы должны понимать, почему ковы брили, у нее были вши. То есть в волосах есть вши. Хотя это была одна из самых выдающихся египетских цариц, это был золотой век древнего Египта. Ее мужем Менхатепа III, лицо вы все прекрасно представляете, глядя на петербургских сфинксов, которые происходят из его заупокойного храма. Ну и еще одна из знаменитых мумий, это Рамсес Великий, 13 век до новой эры, человек, который правил 67 лет. Редкий очень случай долгожителя древнего Египта, то есть это был за 90 лет. Старец, огромный для древних египтян роста, он практически 1,90 метра, и фрагменты его волос, которые были окрашены хной в рыжий цвет, поскольку у Рамсеса Великого среди предков были не только египтянины, но и гексосы, кочевники с Аравийского полуострова. У него были рыжие волосы на самом деле, что в общем не очень на самом деле было частью египетской культуры, которая считали рыжеволосых людьми сетха, людьми опасными. Исконный цвет волос египтянина и синий-черный, канонический вот такой цвет, правильного египтянина или правильной египтянки. Ну вот здесь с Рамсесом II история другая. В 1976 году выдающийся французский египтолог Кристиана Дерош-Ноблекур, тогда она дважды кавалер ордена почетного легиона, почетный хранитель была всех египетских коллекций музеев Франции, дама ушла в иную мир не так давно, в возрасте слегка за 100 лет, удивительная была бабушка. Она, кстати, была, собственно, тем человеком, кто начал кампанию по спасению памятников древнего Египта, вот-вот Асланской плотины, вот вся инупийская компания, это рождение Дерош. Она делала в Грам-Пале выставку, посвященную Рамсесу Великому. И когда она приехала в Каир, то она увидела, что мумия начала разлагаться, потому что когда ее перевозили между музеями до того, как Тахрир, вот тот египетский музей, который вы все знаете, ее успели подмочить, она увидела грибки, в общем, был полный кашпар, и дальше она бросилась в ноги тогдашнюю президенту Франции, она умела это делать профессионально, она это делала неоднократно в своей жизни, тогда это был Валерий Жескавдестен. Вот она бросилась ему в ноги, в итоге он обратился к Анвару Садату, и мумию выпустили из Египта. Дерош была чрезвычайно сентиментальным и милым человеком, поэтому было сделано следующее. Военный самолет, который вылетел с Каирского аэродрома, пролетел над пирамидой Мегизы, поскольку там был храм, построенный Рамсесом II. Дальше, когда он сел в Шар-де-Голле, мумию провезли по Плязду-Ля-Конкорде, по Площади Согласия, мимо Абелиска, который он когда-то построил перед Луксорским храмом, дальше мумия попала в институт человека, прошла через сложнейший процесс, когда были убраны, ну, консервации, убраны все грибки, и в итоге дальше Египет получил эту мумию в стеклянном чехле, наполнен инертным газом. Это был первый пример вот такого сохранения царских останков. В результате этого исследования был создан огромный тумб, в котором, например, выяснилось, что ноздри Рамсеса II были забиты перцем. Задумайтесь, какие торговые контакты. Это, соответственно, Индонезия либо Малайзия. Египет не знал своего перца. И дальше сложнейшие химические составы, в основном растительного производства, которые, естественно, должны были сохранить царское тело. Ну, в итоге, в качестве последнего подарка, по идее христиан Дрошнублекур, в реставрационные мастерские Лувра соткали синее полотно с геральдическими золотыми лилиями Верхнего Египта, и таким образом его величество отправилось обратно на родину. При этом и принимали, и отправляли Рамсеса Великого в Париже с военным эскортом, так, как принимают президента, здравствующего президента другой страны. Это была, по-моему, единственная царская мумия, которая вот такую совершенно удивительную Одиссею совершила во время своего существования. Но бывали истории пострашнее. В 1871 году местные жители нашли в Луксоре на западном берегу Нила тайник. Это знаменитая Титти-320. Титти, потому что Афибентюн, Иванская гробница. Это был знаменитый тайник, где похоронили в X веке до новой эры жрецы бога Омона своих величайших царей и цариц. И вдруг среди этих мумий был найден очень красивый саркофаг, который был сделан для лица явно царской крови. На нем не было имени. Когда его открыли, то нашли, в общем-то, достаточно страшную картину. Это так называемый кричащий принц. Ну, во-первых, его сначала посадили на кол, потом его шею перетянули жилами какого-то животного, потом его завернули в сырую баранью шкуру и живым закрыли в саркофаге. Ввиду того, что у него сохранились серьги, которые позже были украдены при перевозке в Каирский музей, к сожалению, история получила некое прояснение. В XII веке до новой эры был знаменитый заговор против фараона Рамсеса III, когда Майзова жена хотела свергнуть и убить царя и поставить на престол своего сына, который не был наследным принцем. В итоге заговор был раскрыт. Всех знатных дам, которые в нем участвовали, их отправили на золотые прииски, предварительно отрезав носы и уши, потому что до этого они уже один раз соблазняли весь Верховный Египетский суд своей красотой, такое тоже было, в итоге старшую царицу, которая была главой всего этого заговора, ее сына, их оставили, как гласит текст, наедине с собой. По серьгам, по дате, по методике тому, как был сделан саркофаг, это была как раз эпоха Рамсеса III. Но, помимо того, что у нас есть полностью все юридические документы процесса против заговорщиков, откуда мы это знаем столь подробно, у нас еще есть мумия самого Рамсеса III, у которого мы перерезали горло. Он был заморзамирован уже убитым. И вот эта история сложной интриги царского дома, она подарила Египетскому музею в Каире, вот эту жуткую совершенно мумию, кричащий принц, которая никогда не выставляется, она лежит на третьем этаже, мало кто знает, что в Египетском музее не два-три этажа по крыльям. И вот на этих третьих этажах есть такие удивительные места, где хранятся вот такие поразительные памятники, не могу сказать памятники, останки, хранящие свою историю. Естественно, прекрасно запеленная мумия, она кладется в саркофаг, вот такой пронзительно красивый кадр, это певица бога Амона, который хранится в провинциальном собрании Великобритании в музее Церта. Само пеленание, оно ассоциировалось с очень древним обрядом, пеленание в солнечный свет. Считалось, что у нас Осирис это тело предвечного божества, Ра это его душа. Каждый суточный цикл ночью, в шестом часу ночи, Ра воссоединяется с своим телом, для того, чтобы образовать предвечное божество непознаваемое, непостижимое, которое творит новый суточный цикл. Таким образом, вот руки солнечного бога, лучи, которым закрывается тело Осириса, это то, что в материальном пространстве египетского погребального ритуала получало форму пелен из вот такого специального белого льняного полота, только льняного. Хлопка египтяне не знали, шерсть была ритуальным нечистым материалом. Первые отрезы шелка Египет получил в Птолемеевское время, то есть в эпохе уже вот той самой нам известной седьмой Клеопатры. Еще один интересный момент, который связан с пеленанием, с пониманием того, что пелены все-таки это то, что связано с представлением о смерти. В текстах пирамид богиня Нефтида, которая супруга Осириса и мать Анобиса, как вы помните, она выступает совершенно неожиданно ипостась. Вот вдумайтесь в то, что я вам скажу, и включите свое воображение. С головы богини Нефтида развиваются погребальные пелены, это ее волосы. Она опутывает своими волосами тело брата своего Осириса, чтобы дать ему целостность. Задача Ба вырваться из волос богини, чтобы они не опутали ее и не остановили ее движение в иную мир. Вот, по-моему, ни в одном фильме невозможно это показать, потому что вот их уровень и мифа, и легенды, и совершенно другого видения вот этого вот зазупокойного пространства, он, конечно, совершенно потрясает. А пелены иногда расписываются. Это, кстати, очень редкий пример 15 века до новой эры, когда верхняя покровная пелена была просто расписана, тут изображена маска с изображением этого умершего, это Ливерпуль. И, собственно, о маске немного, не могу об этом вам не рассказать. Ну, во-первых, вот это одна из самых вообще древнейших масок в истории египетской культуры, это 4-е тысячелетие до новой эры. Эта маска была найдена в погребении в городе Иераконполе, одном из самых архаических центров египетской цивилизации. Что мы здесь видим? То есть древнейшая маска, вот такой проторитуал, совсем архаика, детство человечества. У него треугольная борода. Борода что показывает? Пол. Это мужчина. У него четко прорисованные уши. Он слышит. У него раскрытые, прорезанные глаза. И у него четко показан рот и нос с ноздрями. Ни, конечно, ни о каком там портретном сходстве, ни о чем речи не идет. Пока еще. Для чего это? С одной стороны, маска, сохраняющая некую индивидуальность умершего. С другой стороны, она часть ритуала. Ноздри для того, чтобы вдыхать дыхание жизни. У нас жизнь вдыхается в древней египетской культуре. По древней египетским представлениям душа выходит сквозь глаза. Поэтому они открыты. Она для того, чтобы воссоединиться со своим телом и сообщить, предположим, о том, что она умершая, что-то оправданная, она должна сообщить. А она возвращается через рот от верзания уст и очей. Еще для чего делается. Поэтому рот, глаза, уши, которые слышат молитвы, ноздри, они четко показываются на этом предмете. То есть изначально это просто ритуальный механизм, который кладется на лицо умершего человека. Позже, когда уже появляется технология сохранения внешности, ну, просто какие-то художественные навыки, появляются великие мастера, то маска, конечно, становится портретной. Прежде чем, конечно, эта маска портретная появилась, был сложный процесс поиска формы. Из Каирского музея, это череп умершего, на которого наложена глина с гипсом, смешанная с илом. И просто вот так по черепу воссоздано лицо, причем это достаточно портретное, видимо, конкретного умершего. И это, соответственно, у нас рубеж 26-25 века до новой эры. Ранние мумии 25 века до новой эры, когда они вот тоже сочетают и практику бальзамирования, и все же еще создание вот такого чехла с помощью гипса и с помощью льняного полотна, вымоченного в гипсе, это в Абусире, вельможек Ахотеп, ну, вот куски ожерелья, борода, и вот здесь из гипса, в принципе, тоже вполне осязаемое портретное лицо. В эпоху пирамид очень важная ремарка, которая связана и с мумией, и с погребальной маской. Понятно, еще такого искусства сохранения тела, как это было при Рамцессе Великом, не было найдено, еще не было этого искусства. В итоге появляется в 4-й династии удивительный такой памятник, который называется «резервная голова». В гробницу, помимо там каких-то изображений, мумий, условной мумии пока еще в кавычках, приношений, кладется скульптурное портретное изображение умершего. Причем не просто кладется, а вот если мы представим себе гробницу частного лица этого времени, это так называемая мастаба, то есть, в переводе с арабского скамья, такая плоская усеченная пирамида. Под ней погребальная камера, вот саркофаг, вот здесь перекрытый каменным блоком проход, хоть как-то призванный спасти содержимое от грабителей, а вот здесь ниша, вот здесь эта голова. О функциях резервных голов спорили очень много. Они, кстати, удивительно хороши собой. Смотрите, какие они портретные. Первая функция, судя по всему, если вы обратили внимание, голова смотрит во вне гробницы. То есть, когда баб возвращается, он ее должен узнать. Вот эта портретность маски саркофага или маски мумии, она связана еще с желанием всячески обеспечить тот факт, чтобы душа узнала свое собственное тело. Второй момент. Часто у этих голов отбитые уши, на них нет росписи, и на них есть некие следы небольшого повреждения. Судя по всему, как в свое время предположила очень известная одна дама, гиптолог, госпожа Хурика Сарузиан, они используются для изготовления первых масок. То есть, сделался скульптурный портрет, похожий на умершего, с него снималась маска. Соответственно, вот этот первый прототип, он немножко повреждался в процессе снятия этой маски, и затем она ставилась в гробницу. Любопытно, что здесь есть и портретные сходства, и порой даже какие-то намеки на расовое происхождение. Негроидные лица очень хорошо чувствуются. Я покажу вам сейчас один такой пример, посмотрите, как она хороша. Это негроидная принцесса, 26 век до новой эры, она была родственницей кого-то, какой-то родственницей царя Хафра, строителя второй пирамиды в Гизе. И они в изобилии хранятся прежде всего в музее Бостона, поскольку это была американская миссия Джорджа Райзнера, которая нашла вот эти погребения с этими головами. Поэтому это был такой своеобразный и прототип болван, на основании которого делали маску, и одновременно замена мумий, если как-то она будет испорчена, повреждена грабителями, для того, чтобы все-таки функция тела была выполнена. Позже в среднем царстве маска уже становится достаточно совершенной. Вот здесь 21 века до новой эры маска, одетая на мумию знатного вельможи. Ну и потом, позже, уже классическое новое царство, они становятся истинными шедеврами. Порой из-за них воюют страны. Это Кайнефернефер. Это маска, которая была украдена из Египта в 50-е годы, хранится сейчас в Америке в музее Сент-Луиса. Египет судился с музеем Сент-Луиса огромное количество лет для того, чтобы вернуть эту маску, которая была даже опубликована в процессе раскопок. Она была певицей Бугамона во времена правления Рамсеса Великого. У нее на лице красное золото. Египтяне знали несколько оттенков этого металла, и она, конечно, невероятно хороша собой. Вот почему и стала такой камнем прикновения в отношениях между Египтом и Соединенными Штатами. Ну, все сотрудники музея Сент-Луиса не имеют въезда на территорию Арабской Республики. Египет — это большой изместный скандал. Она вторая после Дефертити, ставшая египетской женщиной, стоящей в центре дипломатической проблемы. В книге Мертвых была специальная глава, она называлась «Глава о золотой голове», которая говорила о том, что должна в себе содержать погребальная маска. Вот эта виньетка, иллюстрация к такой главе. Но чаще всего на нее специальным образом даже начитывались тексты, которые ассоциировали умершего с предвечным божеством. Говорили о том, что каждая часть его тела связана с определенным божеством. А ввиду того, что египетская религия — это генотеизм, то есть это представление о том, что есть предвечное божество, которое в процессе сотворения мира распадается на ряды других богов, которые все в совокупности есть вот это предвечное божество, то ассоциируя отдельные части тела человека с тем или иным божеством, египетский текст подразумевает, что сложить все вместе получится вот это предвечное божество. Ну, покажу два примера самых любимых. Ну, вот это потрясающая красота маска молодого человека из собрания в музее в Брюсселе. Посмотрите, какая работа. Это 13 вектора новой эры, инкрустированные глаза, эмалью сделан цветок погребальной голубой лилии на его голове, роскошный парик. Все это натуральную величину, то есть это маска мумии. Ну, и не могу, конечно, показать ту маску, которую вы знаете. Прошу прощения, еще два примера, потом та маска, которую вы знаете все. Две римские маски римского времени, когда сохраняется с одной стороны функция маски ритуальной, а с другой стороны появляется уже римский скульптурный портрет. Вот эта замечательная молодая девушка из частного собрания Хармахис в Париже, она, может быть, не так красива, может быть, не так совершенно, но с другой стороны в ней очень четко поймано портретное сходство. Мы узнаем это лицо, если мы ее увидим. И наоборот, вызолоченное лицо знатной дамы, золото ассоциировалось с нетленностью, и золотая маска, она связана с представлением о том самом бессмертном духе Ах, который испускает от себя сияние. Вот это бессмертие высшего духа и золота, оно в Египте связывалось очень четко, поэтому маска Тутанхамона, не могу ее, конечно же, не показать. Напомню только о том, что вот здесь, на задней ее части, с внешней стороны выбиты ковкой иероглифические тексты. Это текст, который появился за 400 лет до рождения Тутанхамона, если не раньше. И этот текст как раз ассоциирует брови, ноздри, глаза, уши изображенного царя с разными богами иного мира, которые все в совокупности делают его отражением предвечного божества. Но печальная история о том, как в процессе протирания витрины маску недавно повредили и поклели бороду на эпоксидную смолу, я думаю, что вы знаете. Скандал был страшный. Маск сейчас находится на частичной реставрации у очень известного немецкого специалиста-реставратора. Это та история, которая охватила не только мир эгиптологии, всего, по-моему, несколько месяцев тому назад. Она же ФАС и редкий кадр из архива Говарда Картера, который показывает, как вот она была надета на мумию. В свою очередь, между пеленами мумии Тутанхамона было несколько тысяч различных произведений мирного искусства, ритуальное оружие, амулеты, которые должны были способствовать отождествлению умершего с Осирисом. Редкий кадр, маска в рентгене, в процессе этого исследования выяснилась одна очень забавная вещь. Маска изначально была сделана для другого персонажа. Дело в том, что состав маски, ее лица и всего главного убора на ими соотличается. Более того, у нее были изначально у маски изображены с проколами уши, потом эти проколы были закрыты маленькими лепесточками золота, когда она уже была использована для Тутанхамона. В итоге, это была маска, которая была предназначена для фараона женщины. Из нее вырезали лицо, потом сделали другое лицо Тутанхамона и впаяли. Следы впайки внутри маски есть. Это очень интересная история, о которой много говорили в последние годы, которая иногда позволяет за привычным, абсолютно избитым предметом искусства увидеть совершенно другую историю, если посмотреть на нее с помощью уже новых технологий. о том, как выглядит идеальная мумия. Наверное, самое лучшее представление дает вот эти замечательные останки. Фараона Амельхада I, он правил в XVI веке до Новой эры, позже при переносе из его собственной гробницы в царский тайник Титти-320 его перепеленали. Но тем не менее, посмотрите, какая красота. Пелены, погребальная маска и огромное количество засовших цветов. Это венки погребальные, которыми снабдили царя в его последний путь. Некоторые персоны были столь знаменитыми при жизни и так четко ассоциировались с сакральным пространством храма, что даже после их смерти их останки носили, не хочу говорить слово мощи, потому что это сугубо христианское слово, оно не имеет отношения к древнегипетской религии. Они имели статус святыни, я вот так очень аккуратно скажу. И, например, когда в X веке до Новой эры были вскрыты царские гробницы для того, чтобы спасти их содержимое от грабителей в эпоху Смуты, и они были перемещены в единую гробницу. Времени у жрецов бога Омона в Карнаке для того, чтобы сделать полноценную гробницу не было. А полноценная гробница в процессе ритуала вообще делалась как бы моделью мира. Об этом мы сегодня говорить с вами не будем, это отдельная тема. Что в итоге они сделали? Это сохранилось в надписи, которая была сделана над входом вот эту новую гробницу. Они взяли мумию Менхотепа I, которая считалась святым царем и опустили ее на первую ночь в погребальную камеру. И именно Менхотеп I в останке были той святыней, которая позволила позже положить туда других царей. А Менхотеп I и его великая мать царица Яхмес-Нефертари, великая основательница института супруг бога, основательница очень-очень многих ритуалов, праздников и так далее, они считались такими знаменитыми оборудствленными святыми в районе древних фиг современного Луксора. Мумия была так хорошо сделана, что когда распилены были царские мумии, Гастон Масперо в 19-м веке решил ее не трогать. Это единственная царская мумия, которая не была распилена там, она только была уже в более поздние времена исследована на рентгене, на томографе. И вот вы ее так сейчас вот с такой прекрасной маской можете видеть в одном из залов царских мумий в Египетском музее в Каире. В итоге у нас постепенно вырисовывается с вами некий такой мир египетской гробницы. Вот он в такой витрине представлен в музее королевских древностей в Ляйдене, это саркомфаги, это сама мумия, на которой надета маска, вот здесь сделанная из бисерной сетки, вот такая маска тоже может быть. Это канопы, это необходимые предметы погребального инвентаря. И, конечно же, с одной стороны маска здесь играет первую роль, покажу еще одну, потому что она идентифицирует мумию портретно. Здесь знатная девушка из собрания Восточного института в Чикаго, в Штатах она хранится. Она первого века до новой эры, первого века уже новая эра, она такая пограничная. То есть это внешность. Второе, это тексты на амулетах, это книги мертвых, то есть то, что сохраняет и имя, внешность и имя, это то, что было вот такой неотъемлемой чертой египетского понимания о бессмертии. Внутри саркофаги богато расписывались. Ну, во-первых, я много о саркофагах сегодня говорить не буду, времени у нас на это нету. Но, все-таки, немножко неправильная терминология, то, что допустим в английском называется саркофагус, это каменный прямоугольный саркофаг, то, что в форме человеческого тела называется кофе, то бишь гроб. В русской гиптологии слово гроб не очень принято по отношению к, поэтому и то, и то как бы саркофаг. Ну, вот это саркофаг жреца бога Амона Менхотепа, который жил в Фивах на рубеже 11-10 века до новой эры. Меня интересует вот это изображение. Внутри богатейшая роспись богини Хадхор, великая владычица Запада, мать всех умерших, которая защищает мумию в своих объятиях и держит здесь знаки жизни, символ жизни Анг и Уаз, скипетр, который дает власть и могущество. Вот эти знаки, основные египетские символы, они могли быть представлены в погребении и на росписи, и, безусловно, в огромном совершенном количестве амулетов. Существовали специальные тексты, это, например, папирус Мен, который содержит списки, какие амулеты на какой части мумии должны быть. Это иногда входило в часть книги мертвых, иногда специальные свитки делались. Была четкая схема, для разных эпох они отличались, эти схемы, на какой части тела, какие амулеты быть должны. Вот эта схема для 7 века до новой эры. Внутренние слои и внешний слой. В итоге, когда вы приходите в египетские музеи, вот вы придите в Пушкинский музей в Москве, и вы видите амулетики, скоробейчики, милые такие статуэтки богов и так далее, вы должны понимать, что это все нашивки на мумию. Для того, чтобы это не сползло, их нашивали на погребальные пелены, поэтому у каждого из них есть такое ушко. Вы это в музее тоже увидите. Ну, покажу некоторые самые известные, потому что иначе это будет многочасовой рассказ. Золотой – это коллекция амулетов из собрания британского музея. Время разное – 2-е, 1-е тысячелетия до новой эры. Золотой знак Са – магическая защита от порчи из глаза. Узелы Сивитет. Песошкев, который вы уже знаете, то, что дает открытие глазам и устам, причем с человеческой золотой головой. Символ вечной жизни – анх, внутри которого у вас, символ могущества. Символ с изображением, вот здесь верхняя часть, это голова солнечного бога, и это гарпун, которым солнечный бог побергает силы хаоса в своем ночном путешествии. Душаба – подголовник, который должен держать сознание жизни и быть горизонтом для головы, которая ассоциируется с солнцем. Маленькие женские сфинксы или наголовые богини – символ защиты от богини-матери, так далее, так далее, тому подобное. Еще несколько примеров. Это Око Хоро Джиад во всей своей красоте. Вариантов тысячи. Причем для каждой эпохи, это к вопросу о музейной специфике, то есть для каждой эпохи характерны определенные форма глаза, материал, возможно, иконографические какие-то элементы, дополнены, недополнены. То есть это великая наука, которая требует всю жизнь. Вы должны это понимать, глядя на все вот это изобилие, тоже в основном здесь паянс и вот эта красная яшма, где-то это все приблизительно с 7-4 века до новой эры, тоже британский музей. Мы с вами уже символик Око Хоро Уджиад проговорили, вам все понятно. Амулеты высочайшего класса, это Тутанхамон, это то, что было у него между пелен. Колонну Адж, символ вечной молодости, символ зеленый, который для древнеегипетской культуры был основным понятийным пластом для представлений о вечной жизни, молодости, процветании и так далее. Столб Джет, позвоночник Осириса, одновременно четыре опоры неба, совмещенные вместе, символ незыблемости, стабильности, нерушимости истины. Бог Анубис, Бог Хор, Бог Тот, то есть такие уже божественные амулеты. Еще набор амулетов из Лувра, красное сердце Ибр, которое вы уже знаете, солнце, заходящее, восходящее в своем горизонте, символ восходящего солнца, это возрождение египетской культуры. Столб Вадж, Око Хоро, эмблема львеноголовой богини матери, которая давала защиту. Столб Джет, вот та самая передняя нога теленка, которая с кровью протягивалась к мумикам и устам в начале ритуала оживления мертвого тела. То есть изобилие невероятное, и об этом можно говорить очень много. Но есть одна вещь, которую я хочу особенно выделить среди того, что можно условно причислить к амулетам. Это вещь, которая называется гипоцефал. Это круглый диск, либо это чаша расписанная, которая вот сюда кладется за голову мумии. Мы с вами помним, что мозги выкинули, они не нужны. Но вот эта чаша, она хранит, согласно древнеегипетским представлениям, разум, сознание и теплоту пульсирующей жизни внутри мертвого тела. Изображения на гипоцефале, они порой самые священные во всей гробнице. Особенно популярным такой род предметов появился уже в первом тысячелетии до новой эры. Когда гробницы были простые, зачастую просто высеченные в скале, и уже внутри саркопада была вся та изобразительная программа, которая раньше разделялась на все миллиарды там росписей, предметов, всего того, чем была наполнена гробница. У нас с вами здесь несколько важных вещей. Ну, ладья миллионов лет. На ней плывет ночная форма солнечного бога, Исида и Нефтида. Сокол-хор побергает хаос. Лунная ладья, в центре которой бог мудрости и магии тот, перед которым держит око хора для того, чтобы он восстановил целостность тела Осириса. Великая корова-мать, подательница священного молока и вечной жизни, богиня с солнечным оком вместо головы, это львиноголовая обычно бывает богиня, это великая гневная мать, которая, тем не менее, несет в себе солнечные силы этому умершему. Если мы сейчас перевернем этот гипоцефал, а нам позволят этот сделать, вот, мы его же перевернули, то вот это бог предвечный, который головами овен всмотрит в четыре стороны света. Овен по-древнеегипетски Ба, душа Ба, то есть через символ овна передается представление о том, что солнечный бог это душа предвечного бога. Предвечного бога египетские тексты не называют, имя его непознаваемого Неберджерн, владыка всего до пределов. Это эпитет, которым определяется это божество. И вот здесь сам умерший в образе двухголового Осириса выходит в свет дня. Он должен зайти вот здесь, как скоробей, который восходит на солнечной ладье. Я беру самые-самые поверхностные смыслы этого предмета, который должен вот это все, если хотите, мечту о вечной жизни и возможность единения с источником жизни в этой вселенной дать каждому умершему, когда он расположен за головой мумии. Еще буквально несколько аспектов, мы движемся потихоньку к концу моего рассказа. Ну, то, что связано с символом мумии, это, конечно же, ушептие. Это то, что в переводе с древнеегипетского означает «ответчик». Это фигурки, которыми заменялись слуги, и они должны были, согласно книге мертвых, работать за своего господина в ином мире. Они как бы часто изображались, делалось более 300 штук часто на каждый день года. Вот у Танхамона их вообще больше тысячи. Они воспроизводили мумию этого умершего. Но вот это, например, из музея в Брюсселе, вельможа Амин и Мопе. Это XIV век до Новой эры. Это на самом деле как бы его мумия из саркофага. Но то, что мне очень интересно, мумия не всегда человеческая. И не всегда мумия животного. Об животных мы вообще сегодня не говорим, это отдельный сюжет. Иногда мумия делается в подобии самого Осириса. И делается она каждый год, один раз, в каждом египетском храме. Когда берется ил, берется вода из самых священных источников, берется специально отмеренное, так называемое золотое зерно, и в процессе такого же драматического ритуала жрица, который воплощается во богине Исиду, лепит подобие бога Осириса. Этот Осирис потом прорастает. И вот это прорастание священного зерна символизирует собой торжество жизни над смертью. Он хранится один год внутри храма, к следующему Новому году, его покрывают пеленами и погребают, вот здесь золотая даже масочка есть, погребают вот в таком саркофаге с головой сокола. Саркофаг здесь изображает Сакара Осириса, бога смерти. И в следующем церемониале Нового года вновь воспроизводит вот это тело Осириса, которое таким образом обновляет и жизнь сего храма, и жизнь во вселенной. Мумия становится центром этого колоссального мира, который зачастую спрятан у подножия скал, под пирамидами, в любых других типах египетских гробниц. Она становится частью вот этого свода саркофагов, то есть вы видите здесь вот томограф, внутри мумия запеленная, маска, чехол, внешний саркофаг, внутренний саркофаг. В различные эпохи саркофаги менялись, они были, конечно же, более изящными и более богатыми, если это была знатная персона, и бедными. Порой, вы знаете, к бедному человеку привязывали доску к спине, и на доске просто выписывали самые основные изречения из книги мертвых, для того, чтобы она была им хоть каким-то спутником в загробном мире. Покажу один пример, когда вот такая классическая египетская концепция саркофага в саркофаге особенно хороша. Перед вами на верхнем кадре внешний саркофаг, внутренний саркофаг и накладка на мумию жрицы бога Амунахинут Мехит, которая сейчас все это хранится в Британском музее, она была певицей бога в 13 веке до новой эры, и вот еще один кадр с ее внутренним саркофагом, чтобы вы оценили всю красоту. Не обязательно тот анахамон. Очень много предметов погребального инвентаря, которые, несмотря на прошедшее тысячелетие, до сих пор абсолютно поражают своим совершенством. Это один из выдающихся памятников собрания египетского искусства в Британском музее в Лондоне. Мы все с вами говорили о том, что внутри, в погребальной камере. Буквально две минуты, я займу ваше внимание, рассказам о том, что снаружи. Снаружи это место встречи, снаружи это место поминовения. Это то помещение, ну капелла, какое-то злопокойное святилище, куда приносят жертвоприношение для того, чтобы почтить дух усопшего. Вот такой прекрасный пример, богатый пример, это 24 век до новой эры, это один из центральных залов огромной гробницы господина Мерирука, который был великим визиром царя Тетя, первого царя шестой династии. Здесь колонны, здесь на стенах изображение Мериад, здесь все хозяйство великого визира. Здесь его флот и дом, его скот и его рыбаки, его любимая жена, которая играет перед ним на большой храмовой арфе и охота на Ниле. То есть это целый мир, который на самом деле предназначен не для живых, а для статуи Ка, которая выходит сквозь сложные врата из того мира в этот. Перед статуей Ка каменный жертвенник, которым когда-то он был наполнен приношениями. Чаще, конечно, в гробницах бывали вот такие деревянные жертвенники. Причем обратите внимание, что помимо деревянного стола и алебастровых сосудов, из-за бусира этот жертвенник из моста Бельможа Кахотепа, 25 век до новой эры. Вот сам стол, это, если посмотреть на него сверху, это изображение иероглифа циновки, а вот этот выступ, это хлеб. Сам жертвенник своим символизмом это хлеб, стоящий на циновке, потому что хлеб, вода, вино и пиво, и молоко. Это базовые вот такие жертвы, которые в египетском мировосприятии ассоциировались с представлением о защите богини-матери, о вечной жизни, о чистоте, либо о базовом каком-то основном таком пропитании. Этот символизм был очень глубок, и если мы посмотрим на протяжении разных экох разной жертвенной столы, я покажу только два, не бойтесь, то это бывали совершенно разные примеры. Смотрите, какая красота. Из медного сплава большой жертвенник Бельможи Иду, 6-я династия, Берлинский музей. И вот здесь редкий пример, гробница была, наверное, нетронутой. Понимаете, какое изобилие сосудов, они все имеют свой определенный символизм, предназначенный для разных приношений. Все это было элементом колоссальной заупокойной службы и ритуала почитания предков, который лежал в основе древнеегипетской культуры. Идет похлебальный пир. И здесь Египет, как и любой другой мир, наполненный живыми людьми, задает вопрос, а что же такое смерть? В Египте есть такой поразительный текст, который называется «Песня Арфиста». И прекрасная иллюстрация к этому тексту, вот это стела из Лувра, когда вы видите Арфиста, мужчину, жреца, который, окрыт род, поет перед изображением солнечного бога. Текст песни Арфиста, он такой провокационный, и он призывает человека радоваться, смеяться, радоваться каждому мгновению жизни, проводить праздный, счастливый, успешный день, быть деятельным в своих поступках, потому что никто не знает, что там за этим пределом. Другой текст, так называемый ответ на песни Арфиста, они исполнялись обычно попеременно. Он говорит, что это такое сказанное в этом тексте, это же противоречит миру богов. И все потому, что мы знаем о предках, ведь есть жизнь земная, есть жизнь вечная, есть жизнь эта, такая семинутная, легкая, порой непростая, но от нее, вот это очень важная вещь, зависит то, каково будет место человека во вселенском продолжении его жизни. И поэтому на пирах, это, кстати, с ужасом зафиксировали античные историки. Проносили вот такую вещь. Это изображение мунии, древнеегипетское, 4 века до новой эры. Ковчег, пилины, изображение мертвого тела. И античные историки, почему был ужас столь велик? Сидели люди, веселились, пили, беседовали. И в этот момент входила жрица и показывала на пиру изображение мертвого тела. Для того, чтобы человек не терял ни в каком состоянии осознание своей внутренней цели, своего пути и того, что впереди, согласно древним текстам, которые идут от предков, жизнь вечная. Прежде чем сказать это все на сегодня, я вам порекомендую книги, помимо Жаной Хаваса, которая сегодня лежит здесь, прекрасная книга, я порекомендую вам работу польских египтозок в Липинской Нарцине. Мифология древнего Египта, несмотря на то, что 83-й год, эта книга до сих пор актуальна, она даст вам пространство египетского мифа и религии. Не потому, что моя работа, но она тоже есть здесь, она была переиздана в прошлом году. Вот то, что ритуал бальзамирования, драматический ритуал, селки-типасу, особенности есть. И прекрасные английские книжки, из которых вот эта книга Додсон и Крам, Салима и Крам, это крупнейший специалист по мунификации в Триуме Египте. Она сопоставима с Жаной, ее можно найти. Мы будем надеяться, что когда-нибудь она будет переведена на русский язык, мы вот точно так же, возможно, и Салима и Крам, будем ее представлять здесь, в этих уютных стенах. Спасибо вам, друзья мои. Мне очень приятно, что вы сегодня были здесь. И если у вас есть вопросы, то я в меру знаний постараюсь на них ответить. Спасибо. Спасибо.